Как только назначили Белоусова, я вам сразу сказал, они там все одинаковые, одним миром мазанные. Зарубежная недвижимость, кумовство, какие-то постоянные любовные треугольники – это все и есть путинская элита. Каждый из них ворует, каждый из них ставит своих родственников на высокие должности, каждый из них мечтает жить на Западе. Абсолютно неважно, в каком количестве церковных ряс они ходят и как громко они говорят про интересы государства. Это всегда люди, которые повторяют ценностную модель самого Владимира Путина. Воровство и вранье – это два основополагающих фактора российской государственности, с которыми всегда боролся Алексей Навальный, который возвел это в свой лозунг «Не врать и не воровать». Сегодня мы поговорим с вами про Белоусова, ведь центр досье получил доступ к его личной почте. Из нее стало ясно, что вся декларируемая скромность и умеренность не имеет ничего общего с Белоусовым. Его личный домашний код спалил его любовь к позолотам, ну а, собственно, его родственники плотно засели в самых различных компаниях и корпорациях. Как всегда, все по знакомству, как всегда, все коррупционное и, как всегда, он имел недвижимость за границей. Был вынужден ее, правда, продать, реально или фиктивно, мы не знаем, но, тем не менее, она существовала и в какой-то момент он, по крайней мере, формально по бумагам от нее отказался. Поэтому сегодня поговорим с вами про грязные тайны Андрея Белоусова. Его взаимоотношения с женой, с любовницей, естественно, как у любого христианина в российской православной вере, близкого к государству, он имеет, безусловно, не только жену, но и любовницу, и еще зачастую и не одну. Ну, повторяя, все за Владимиром Путином, у которого не только любовницы, но и большое количество самых разных детей, самых разных женщин. Знаете, на российское государство и православие, оно такое, заповеди там понимаются весьма специфические, как и данные брачные обеты. В любом случае, мы сегодня с вами подробно поговорим про Андрея Ремовича Белоусова, потому что теперь он министр обороны Российской Федерации. Теперь он человек, который лично несет ответственность за убийство украинцев. И тут некоторые скажут, Майкл, ну вот знаешь, все равно должны быть какие-то принципы. Нельзя копаться в чужой личной жизни, нельзя говорить про чужих детей, про чужих любовниц, про тайны личной переписки и все такое. Я вам так скажу, для меня человек, который присягнул злу и помогает ему это зло осуществлять. Человек, который ответственен за смерти людей в большом количестве, больше не имеет права ни на личную жизнь, ни на права, ни на что угодно еще. Белоусов, становясь помощником Путина еще тогда, а уж тем более став министром обороны, во-первых, стал физической мишенью для устранения, так как он является теперь военным преступником, а во-вторых, безусловно, мишенью информационной. Все его грязное белье должно быть вывалено наружу. Все возможные склоки, которые могут появиться, должны появиться. Ну а также о его воровстве, о его кумовстве должны узнать все, в том числе люди непосредственно в войсках. Потому что чем больше инструментов внутри аппаратной борьбы будут иметь другие игроки, претендующие и на должность министра обороны Российской Федерации, и на должности замов, чем больше у них будет всевозможной грязи, которую они будут активно распространять и в том числе показывать, тем лучше. Драка бульдогов под ковром в тирании – это всегда хорошо. Они сожрут друг друга, перегрызут другие глотки. Речь идет о помощнике Владимира Путина, который помогает ему, пытается, по крайней мере, помочь уничтожить Украину. Поэтому шутки шутками, его нелепость нелепостью, но этот человек – настоящий людоед. Моя миссия – искать царство Божие и искать правды Божией, служить Богу и людям, улучшая во имя Бога мир, в котором мы живем, делая его добрее и справедливее. Улучшать самого себя посредством молитвы, покаяния, самопознания и самосовершенствования. Для этого я бестрепетно и со страхом Божиим несу свой крест, всегда помня, что все, что я имею, что происходит со мной, даровано мне Богом. Служу государству и обществу для общественного блага, помня, что работаю для людей, помогаю всем, кто нуждается в помощи и кому могу помочь. Постоянно и целенаправленно развиваю себя. Так описывал свое жизненное кредо помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. В распоряжении центра досье оказался архив его почты. Изучив его и пообщавшись с источниками, знакомыми с методами работы Белоусова, досье узнали, что скрывает этот не самый публичный чиновник, который с недавних пор отвечает за российскую армию. Для начала, зачем Белоусов армии, предполагает досье. Вечером в воскресенье 12 мая на сайте Кремля появился указ о назначении Белоусова министром обороны. Это стало неожиданностью для всех, в том числе, как пишет журналистка Фаридарь Устамова, и для самого чиновника. Слухи о возможной отставке Шойгу ходили с начала полномасштабной войны, но мало кто предполагал, что его место займет вице-премьер правительства, на первый взгляд, максимально далекий от оборонной сферы. Впрочем, как выяснил центр досье, Владимир Путин давно шел к тому, чтобы окончательно сделать пост министра обороны административным. А Андрей Белоусов несколько лет готовился к более ответственной должности. Хотя Белоусов и не служил в армии, для силовых структур он все же не чужой человек. Еще его дед по материнской линии, Павел Травников, охранял военных и государственных руководителей. Правда, в несколько другом статусе. С 1938 года Травников служил в первом отделе главного управления госбезопасности НКВД. Если верить историям, которые Белоусов рассказывал журналистам, во время Великой Отечественной войны дед-особист состоял в охране Иосифа Сталина. Сам же Белоусов, еще в должности помощника президента по экономике, который занимался с 2013 по 2020 год, занимался множеством армейских вопросов, вспоминает собеседник Досье, близкий к руководству Минобороны. Все предложения президенту по хозяйственной политике Министерства обороны всегда проходили через Белоусова. Более того, когда он перешел на должность вице-премьера в правительстве, эти задачи тоже перешли следом за ним. К словам источника Досье, Белоусов также курировал деятельность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они с Пригожным иногда сидели прямо в обнимку, естественно друг к другу на «ты», «жене» и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем, неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников и те уже все оформляли в настоящий доклад. Система ведь работает так, что первый никогда не принимает решения. Поступает предложение, Белоусов его прорабатывает и готовит доклад. Обычно на нем стоят подписи Белоусова и Шойгу. Дальше этот доклад оказывается у президента. Владимир Владимирович только ставит на нем приписку «Согол» и все. Встречи с Белоусовым и его подчиненными также можно обнаружить в личном календаре Евгения Пригожина, который имеется в распоряжении Центра Досье. Интерес Белоусова к теме ЧВК подтверждается его личными документами. В 2018 году ему на стол лег анализ перспектив развития частных военных компаний в России. К нему утверждалось, что ЧВК на фоне нового витка противостояния России с Америкой и Англией и расширения серых зон международных конфликтов приобретают особенно важное значение. Они должны формироваться под полным контролем государства и в соответствии с первостепенными задачами по обеспечению безопасности, отмечалось в документе. ЧВК «Вагнер» была отмечена там как компания, курируемая Министерством обороны. Назначение Андрея Белоусова министром обороны неудивительно еще и потому, что Владимир Путин воспринимает эту должность не как военную. Помимо непосредственного участия в конфликтах, огромная часть деятельности Министерства обороны сводится к обеспечению армии, управлению бюджетом и имуществом. Это так называемые несвойственные функции армии, о них говорил еще Анатолий Сердюков. Именно для того, чтобы освободить армию от этих функций, создавалось в частности ОАО «Оборонсервис», из-за коррупционного скандала, с которым Сердюков в итоге ушел в отставку. Его задачей было передать материально-техническое обеспечение военных сил на аутсорс. Сергей Шойгу частично остановил эту тенденцию. Какие-то задачи, например, ремонт вооружений, все равно передавались внешним компаниям, например, Ростеху, но основная их часть осталась за Министерством обороны. Именно так Шойгу мотивировал назначение одним из его заместителей экономиста из МЧС Руслана Цаликова. По задумке министра, он должен был отвечать за гражданские вопросы. В итоге Владимир Владимирович принял новое решение, что министр обороны – это всего лишь администратор, причем в основном гражданских функций. Никакого отношения к военной составляющей он не имеет. Он должен обеспечивать деятельность войск генерального штаба. Он должен делать так, чтобы военные могли воевать, а Кужугеточ просто перестарался, преподнося Цаликова как незаменимую финансовую фигуру. Владимир Владимирович слушал-слушал, вот и поверил. Зачем нам тогда Шойгу? Вот, пожалуйста, у нас будет финансовый дирижер Белоусов. Вот есть вице-премьер Хуснулин, пусть он строит. Что касается этого анализа, добавлю я уже от себя, то он полностью соответствует тому, о чем я вам говорил, что задумка Владимира Путина понятна. Он как раз хочет превратить Министерство обороны в менее военное и более гражданское ведомство с точки зрения распределения ресурсов, чтобы воевал генеральный штаб, а при этом Министерство обороны этим снабжало. Другое дело, что делать это во время войны – это чистое безумие. Потому что в лучшем случае ничего не поменяется, в худшем случае все сломается. Но если вы смотрели мой ролик про Белоусова, то там я подробно это объясняю. А если смотрели, вам было мало, то можете посмотреть в том числе нашу экономическую сводку со Владимиром Миловым, где он также характеризует Белоусова как человека, который вряд ли сильно поможет Министерству обороны, а может быть, наоборот, все разломает. В любом случае, интересно, из как раз публикации досье связь Белоусова с Пригожиным. Вот уж насколько Пригожин любил Министерство обороны и вообще, насколько он любил российскую власть, пытаясь бунтовать против нее, довольно интересный эпизод. Если Белоусов разделяет какие-то взгляды Евгения Пригожина, то назначение Белоусова на эту должность выглядит довольно интересно. Ну и как вообще Белоусов относится к тому, что Владимир Путин в итоге убил Евгения Пригожина? В общем, много вопросов, мало ответов. Но связь, согласитесь, интересная. Темная лошадка Белоусов, которая была связана с Евгением Пригожиным и группой Вагнер. Но давайте теперь про саму фигуру Андрея Белоусова за пределами его компетенций. Новый министр обороны – истово православный человек, который каждое совещание начинает с молитвы. А вместо обеда может пойти в церковь, рассказывает еще один собеседник досье, знакомый с чиновником. Личные документы Белоусова подтверждают эти слова. С молитвы он начинает не только совещание, но и почти каждое утро. Особенно сильно его интересует отпущение грехов. «Помилуй меня, Боже, по велиции милости Твоей и не воздашшими по делам моим и не осудимя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий». Этот фрагмент молитвы византийского чиновника Симеона Метафраста, возведенного в ранг святых, Белоусов держит под рукой. «В архиве почты чиновника мы обнаружили похожий документ», пишет центр досье. «В архиве почты чиновника мы обнаружили документ, пишет досье, похоже на его личную конституцию. В нем собраны главные молитвы, его жизненная миссия, правила и принципы, а также десять заповедей». Судя по всему, Белоусов постоянно повторяет эти установки. Различные вариации документа, которые чиновник пересылает сам себе, встречаются в архиве почти 20 раз 2013 года. Первый закон чиновника – следование пути несения креста, смирения, покаяния, поиск Бога, служение делу, помощь людям, саморазвитие. Делай или умри. Однако, судя по всему, жизнь Белоусова все же далека от его собственных правил. Как обычно и бывает, с такими людьми добавлю я от себя. В основополагающем для него документе встречаются и более приземленные ценности. В частности, не позднее 2013 года Андрей Белоусов дал Пресвятой Богородице семь обетов. Заниматься ежедневным планированием и спортом, читать по 30 страниц в день, не гневаться и не завидовать, правильно питаться, каждый день звонить маме и, наконец, соблюдать правила секс-гигиены. В документе так и написано. «Я выполняю семь обетов, данных мной Пресвятой Богородице». Впоследствии последний пункт был переписан в более подходящих для Святой Марии выражениях «соблюдать чистоту к женщинам». Судя по всему, за повторением этих молитв и обетов Андрей Белоусов провел почти все лето 2018 года. За это время он прислал себе документ как минимум 8 раз. Это неудивительно. Как раз тогда помощника президента по экономике окружали искушения. Так, из документов следует, что в тот период ему пришлось срочно продать виллу в итальянском городе Форте-де-Имарми на побережье Средиземного моря. В предварительном контракте, который для Белоусова составил агент, указаны данные потенциального покупателя гражданина Великобритании по имени Артур Левин. По странному совпадению, номер его британского паспорта полностью совпадает с похищенным документом, который использовали в 2013 году сотрудники израильского Моссада при убийстве одного из лидеров Хамаса в Дубае. Центру досье не удалось обнаружить в этом итальянском муниципалитете недвижимости, зарегистрированной на Белоусова, однако в документах несколько раз упоминается продажа вашей виллы, визиты покупателей и цена 660 тысяч евро с возможной скидкой в 60 тысяч из-за срочности. Одновременно Белоусов переживал проблемы и на личном фронте. Помимо своей жены Вероники Никишиной, он поддерживал близкие отношения с высокопоставленной сотрудницей агентства социальных инициатив Ольгой, чье имя изменено в тексте, которая регулярно писала ему романтические послания в перемешку с рабочими вопросами. Агентство было создано в 2011 году по задумке Белоусова, писала журналистка Фаридарю Стамова. Белоусов, судя по всему, разрывался между несколькими женщинами, но к решению смог прийти лишь к лету 2019 года. «Я очень люблю мою жену. Это та женщина, которой я искал всю жизнь. Не пиши мне больше и не звони». «Циничный и жестокий ты человек и никого ты не любишь. Себя одного. С этой чиновницей тебе просто удобно», ответила разочарованная Ольга. Письма о разбитом сердце она присылала еще несколько месяцев. В конце концов, женщину уволили из оси. Возможно, это был не единственный служебный роман Белоусова. Сотрудница Центра стратегических разработок Алексея Кудрина чиновник в тот же период посылал конспекты со встречи с митрополитом Фиагностом, который спустя несколько лет отправил и своей жене с пометкой «Строго только тебе». Переписка с девушкой почти на 30 лет младше Белоусова заканчивалась припиской «Ц». Вероятно, целую, предполагает досье. Обе женщины не ответили на запросы Центра досье. Как следует из декларации чиновника с первой женой Ларисой, руководительницей управления конференции ТАСС Белоусов развелся в 15-м году, а новая супруга Вероника Никишина появилась в ней в 16-м. Однако личная переписка чиновника показывает, что еще в 2014-м он вместе с Никишиной въехал в просторную квартиру на Мытной улице в элитном ЖК с непатриотичным названием «Английский квартал». То есть вступил с ней, так сказать, в связь, даже съехался и еще задолго до жил во грехе, так сказать. Ну, как и все эти люди, которые больше всех крестятся, как правило, оказываются на поверку самыми греховными. По ее интерьеру трудно понять, что одним из главных своих принципов Белоусов считает умеренность. В почте чиновника нашлись многочисленные фотографии кота на фоне элитной квартиры. Опять пушистый всех спалил. Агент Кот, дорогие друзья, как знаете, есть много украинских мемов, где как бы стоят такие три человечка в фуражках боевых и потом мем заключается в том, что потом на четвертого надевается. то есть, недавно был с гибелью Раиси, президента Ирана. Там вот этот мем, где, значит, они стоят втроем и надевают на гору, об которой разбился вертолет кепочку, типа, добро пожаловать в войска. Вот и здесь кота, я думаю, можно принять как минимум в шпионы. Квартира оформлена в традиционном для чиновников стиле ампир с мрамором и золотом, а полки личной библиотеки уставлены многочисленными иконами. Почему-то у людей этой породы есть какое-то считание в голове, что вот если, знаете, как у бандитов был тоже в 90-х, если ты как бы много-много икон поставишь, то неважно, что ты там воруешь, изменяешь, еще что-нибудь делаешь, что не очень приветствуется твоей якобы религией. Но вот если прям много икон бахнуть, то нормально, то можно. Ну, христианство и православие, в частности, в этом смысле, религия удобная, там постоянно можно покаяться, пустить грехи. Можно даже личного батюшку нанять в России, который тебе будет этим персонально заниматься. Вот у Путина таких много разных. Иногда он даже на фон ездит, видимо, за спец какими-то молениями. Ну, или отрезает там голову черным петухам, как рассказывает Валерий Соловей, но тут не уверен. Хотя все может быть. Ну, а теперь давайте перенесемся еще и на личный фронт, почти, точнее, к переписке, которая стала известна из почты его с его женой. Из переписки Белоусова и Никишиной можно сделать вывод, что их беспокоили вопросы коммуникации в браке. Жена регулярно присылает ему статьи о поведении в обществе с заголовками вроде «Как правильно слушать другого человека» или «10 правил этикета», а также с пометкой «Очень важно» советы вроде «Почему нужно гнать негатив из головы» и «Как научиться это делать». В документах Белоусова в досье также обнаружили рецепт на транквилизатор, назначающийся при неврозах и повышенной тревожности. Белоусов, в свою очередь, посылает жене советы о том, как распознать женский абьюз, исследование о склонности любителей кошек к шизофрении и фотографии ущерба, нанесенного котом. Видимо, пушистик он любит не очень. Впрочем, иногда они сменяются на грустные песни о любви. Сама Вероника Никишина с начала 2000-х, как и Белоусов, работала в Министерстве экономического развития. В 2020 году она возглавила российский экспортный центр государственную компанию оператора программы «Одно окно» для российских экспортеров товаров. Тогда же вырос и доход супругов. Если до этого Белоусов и Никишина зарабатывали по 7-11 миллионов рублей на каждого, то с 2020 года Никишина начала получать по 60-130 миллионов рублей в год. Белоусов в том же году получил сразу два назначения. Добавок к вице-премьерству он стал председателем Совета директоров РЖД. Его доход вырос до 30 миллионов рублей в год. Как минимум 14 из них он зарабатывал железнодорожной монополией. Правда, еще до резкого скачка доходов супруги смогли обеспечить своей семье хорошую жизнь. Например, все в том же 2018 году они присматривались к покупке жилья в Москве в Зиларте и элитном ЖК Донской Олимп неподалеку от Донского монастыря. Вскоре в 77-метровую квартиру в Донском Олимпе начала заказывать доставку еды дочь Никишиной Екатерина. Из выпуски Росреестра видно, что квартира была получена в Дар в 2018. Годом позже сын Никишиной Артем обзавелся 87-метровой квартирой в Зиларте с видом на Москварику. Оба ребенка Никишиной пошли по ее стопам во внешнеторговую отрасль и работают во внешнеэкономбанке. Екатерина уже в 24 года возглавляла отдел лизинга ВОО «Вэплизинг». Артем является управляющим директором блока развития Дальнего Востока и Арктики Веб-РФ. Что касается сына самого Белоусова, то он уже становился предметом журналистских расследований. В 2020 году издание Метла рассказывало, что 21-летний Павел Белоусов вместе со своей женой инстаблогершей с почти миллионом подписчиков почти сразу после окончания университета открыли консалтинговое агентство Клэр энд Кларте. Его клиентами стали госкорпорации Роскосмос и Росатом. В чьи наблюдательные советы входят Белоусов-старший, а также Ростех. По словам собеседников досье, у Белоусова прекрасное отношение с его руководителем Сергеем Чемизовым. Издание предполагало, что Белоусов мог использовать свое служебное положение, чтобы обеспечить подрядами семью сына. Иначе сложно объяснить, почему государственные гиганты заказывали у вчерашних выпускников исследования по бизнес-аудиту и оптимизации производства. Несколько доступных в интернете роликов с ироничными лекциями Павла Белоусова прояснить ситуацию не помогает. Вы скажете, Майкл, ну вдруг это просто невероятно талантливые люди? Вдруг это, ну, яблочко от яблони, да? Есть гений Белоусов, чья гениальность в импортозамещении и национальных проектов до меня дошла не до конца, потому что я так и не понял, как провал всего на свете можно считать успехом, но тем не менее, вдруг действительно гениальный Белоусов породил гениального сына Павла Белоусова. И тот, только выпустившись, сразу привлек внимание огромного количества госкомпаний, которые на миллионы рублей заказали бизнес-аудит и все такое. Может быть, они посмотрели ролик Павла Белоусова в интернете, который пока на момент записи не удален до сих пор, но я думаю, его ударят на этой неделе. Ролик, где Павел Белоусов показывает свои компетенции в ироничном стиле. Давайте вместе посмотрим этот ролик и попробуем ответить себе на вопрос, возможно ли такое, что контракты Павла Белоусова никак не связаны с его отцом, который входил в наблюдательные советы компаний, которые заключали эти контракты с сыном Белоусова. Давайте посмотрим этот замечательный YouTube-ролик. Здравствуйте. Сразу к делу. Я бы сегодня хотел поговорить с вами о браке. В браке ничего хорошего нет. И это знает каждый. Самое прискорное, что от брака никто не застрахован. Однако, если он вдруг случается, в этом нет ничего удивительного. но есть вариант решения этой проблемы. Для тех, кто забыл, а скорее всего не знал, что такое производственный брак, вообще брак, я скажу, что это различные негативные вещи, которых лучше избегать. А если более конкретно, это несоответствие техническим стандартам и ожидаемым услугам. Ну что ж, для тех, кто еще не устал, давайте обозначим причины брака. Итак, это может быть некачественное сырье материалы, неверно выполненные чертежи, неэффективная, возможно, даже убогая организация производства, отсутствие какого-то ни было контроля на различных стадиях, и, наконец, отсутствие эффективности как в голове предприятия, так и в остальных его членах. Для самых любознательных отмечу, что существует как исправимый брак, так и окончательный. Исправимым браком называют брак, который можно устранить, окончательным, который, к сожалению, нельзя. Никак. Вряд ли кто-то сомневается в том, что снижение доли брака положительно сказывается на всех показателях предприятия, особенно на финансовых. Итак, к чему я вообще все это? Откому? Что специалисты ТЭК-колледжа СИНСи способны научить вас и других сотрудников ваших организаций поступать с браком так. Вы спросите, как они это сделают? С высочайшим профессионализмом и в кратчайшие сроки. Ну как? Прониклись гением яблока, которое от яблоньки упало. Нет, глобально я бы не относился с негативом к Павлу Белоусову, если бы он в результате комовства не получил доступ к господрядам. Это и есть коррупция в своем прямейшем проявлении. Но вернемся к Белоусову-старшему. Среди других принципов Андрея Белоусова страх перед Богом, чистота в поступках и помыслах, честность, умеренность и непричинение вреда. Ахимса. Ахимса это ключевая добродетель индуизма и буддизма, пишет досье ее главный смысл с должностью министра обороны в воюющей стране сказать сложно. Однако на первом месте у Белоусова все-таки стоит служба Богу и государству. Собеседник центра досье, близкий к руководству Министерства обороны, называет Белоусова ястребом, сторонником жестких решений. Он был посвящен в желание президента. Вроде советник, но доверенный. Если его назначили, значит он заслужил и доказал свою надежность. Сам Андрей Белоусов, как и Вероника Никишина, вопросы досье проигнорировали. Мне кажется, это потрясающий портрет. Я не расследователь и как бы о досье не специализируется на борьбе с коррупцией. И здесь задача не в том, на мой взгляд, чтобы показать, значит, какие богатства нажил Белоусов. Здесь задача построить его портрет, который противоречит всему тому, что ему приписывают. Якобы бессребреник, верный Богу и своим обетам, который, ну как декларируется о Путине, женат только на России, но по факту нет. Интрижки, любовницы, роскошные квартиры с позолотой. Все это и есть Белоусов. Кумовство, продвигание на госконтракты недостойных людей в рамках меритократии, а недостойных людей, то есть своих детей. Ну, может быть, может быть, там человек достойный, но в любом случае это было сделано не по принципу меритократическому, который Белоусову приписывается. Поэтому вся эта пыль про то, что вот пришел государственник, рыпы, он не такой, как Шойгу, он не будет воровать, он вот близок к Богу и так далее. Это все такая хуйня, дорогие друзья. Такой же абсолютно Белоусов, как и вся эта шобла. Такой же коррупционер, такой же лицемер, такой же человек, который на самом деле ни во что не верит. Верит только в то, чтобы хорошо жить, хорошо жрать. И чтобы жена его не обьюзила, судя по всему. Поэтому не обольщайтесь за твои инкоры и не переживайте все остальные. Потому что ничего этот человек не поменяет в лучшую сторону. Ну, а его связь с Евгением Пригожиным, на мой взгляд, довольно интересная история. Посмотрим, к чему она выведет. Посмотрим, что успел вложить Евгений Пригожин в голову Андрея Белоусова. Разделяет ли Андрей Белоусов взгляды Пригожина на дедушку, который вдруг может оказаться мудаком. Но это будет, что называется, в следующих сериях. Спасибо большое центру досье за эту публикацию. Она и правда мне очень понравилась. Надеюсь, понравилась и вам. Лайки, комментарии, подписки. Все туда. Субтитры сделал DimaTorzok